Что будет, если совместить лучезарное калифорнийское West Coast звучание и Санкт-Петербург? West Coast звук распилят на три чёрных пакета и пересоберут вот в это. И ведь что-то близкое постсоветскому сердечку в этом есть. Привет! Сегодня мы напишем West Coast бит с отечественным колоритом в стиле Friendly Tag 52 NGG. У West Coast битов и у Friendly Tag в частности темп битов довольно высокий, мы поставим 180, но в целом диапазон где-то от 170 до 210. Первым и основным инструментом будет рояль, я взял его из омнисферы, из гейскейпа, а аккорды я честно переиграл со сплайсовского лупа. У нас будет два аккорда, первый это до минор, как собственно и тональность, второй это будет фа минор. Но в West Coast простые трезвучия использовать вообще не стиль, и вместо обычного до минора мы можем использовать до минор суз 2. То есть вот эта ступенька перемещается вот сюда. Но чтобы стало совсем хорошо, мы можем поставить сюда и эту ступеньку тоже. Вот. Это будет наш первый аккорд. Вот так все начнется, потом появится тот же самый аккорд на октаву выше, и потом тот же самый аккорд еще на октаву выше. И вот самую верхнюю до можно выдвинуть чуть-чуть вперед. Вот это делает вообще весь звук гораздо интереснее. Второй аккорд следует той же логике, вот фа минор, и добавляем суз ступеньку. Здесь он сыграет еще в октаву и без вот этой квинты. Потом сюда добавляем ту же самую фигню с до, только ступенька будет еще и вот здесь. И вот здесь у нас уже будет фа, тоже со ступенькой. И уже с до наверху. Все вместе немножко убавим, особенно в верхние нотки. По-моему, главная фишка Френдли Тага в том, что он свой. Он совсем не забронзовел. В своем телеграм-канале он по-настоящему общается со слушателями. Поздравляет с Новым Годом, просит порекомендовать фильм, делится своими мыслями. Некоторые из которых вполне тянут на цитаты из Форсажа. В уличных драках всегда побеждает улица. И вообще неудивительно, что слушатели отвечают ему взаимностью. Френдли Таг по-настоящему к себе располагает. Это чувствуется и в постах, и в кружках из телеги, и в прямых эфирах. И особенно в его треках с этим нарочито спокойным флоу. Но так было не всегда. В ранних треках он звучал совсем иначе. Но когда Френдли Таг нашел свое петербургское West Coast звучание, он однозначно стал голосом свежего андеграунд рэпа. А что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. West Coast биты никогда не звучат с одним инструментом, так что добавим еще и гитару, Илья Ефимов ТС. И тот же аккорд сыграем и на ней. Вообще не по-вест-костовски пока что звучит. Но подкинем сюда бесплатный флайн автовах-вах. Но только чуть настроить надо. Стерео виз на максимум, вейв форм вот сюда. Холст синхронизейшн включаем и ставим на один к одному. Вау! Чистейший West Coast. Гитара будет идти на первый и на третий аккорд. Второму аккорду подыграет электропиано. Если мы просто ставим этот аккорд, будет неинтересно. Так что нам нужен заходик к нему. С чуть-чуть кривым ритмом. Да. Вот так. И сюда явно нужен еще один аккорд. Коротенький-коротенький. Типа. И здесь заходик какой-нибудь. Тюйдун. Да. Продублируем это то же самое на вторые четыре такти. Здесь у нас будет уже другой разгон. Я хочу сделать. Теперь Alt-S. Как-то вот так. И велости в обратную сторону. То, что нужно. И вообще, музло Френдли Тага ощущается как противопоставление. Блядь. Сстящему рэпу. Когда все больше рэперов начинают петь, его рэп остается нормальным, искренним рэпом. Когда я погружался в его музыку и соцсети, мне все больше казалось, что в нем есть что-то от Данила Багрова. Что-то вроде искренности и открытости, которую легко спутать с наивностью. При том, что за всем этим, как и у героя брата, прячется весьма и весьма интересный бэкграунд. И сам Френдли Таг тоже проводит похожие параллели. Ну, а Данила в наше время точно мог бы сказать. Не брат. Очкошник, свалыны в руках. Еще нам точно нужна типа живая бас-гитара. Я возьму ее из флекса. Вот тут есть пак с бас-гитарами. По-моему, это не че так звучит. Добавим внизу, бавим в середину и вверх. Чуть хоруса. И какой-нибудь простой ритм. Главное, чтобы был какой-то живой ритм. Да. Еще у меня есть необъяснимое желание добавить какой-то пэт. Просто, чтобы он заполнял немножко. И самое главное. Ну, почти самое главное. Вест Кост Лид. Ему кроссфейт я крутану. И немножко его подстрою. Сейчас мы сделали его бесконечным. Портом Мона и слайд побольше. Ну и сыграем что-нибудь типа... И чтобы добавить больше разнообразия, я хочу добавить вот этот Родос. На него мы поставим аккорды фортепиано. Опустим на октаву вниз. И выключим все средние аккорды. А высокие довольно сильно строманем. Они не будут играть вместе с фортепиано. И получается, что вся музыка у нас готова. И напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Помимо живой бас-гитары, у нас будет еще естественный и 808 баску даже без него. Но он будет играть чуть-чуть попроще. И естественно на октаву выше пропишем, чтобы на мобилке слышно. Потом F. И вот так. Да. Получается, что все звуки между собой у нас общаются. Здесь у нас бас, здесь маленький аккордик и здесь уже еще один аккорд. Теперь время для по-настоящему сложных звуков. Rimshot. Второй Rimshot. На хей-хете мне захотелось немножко угореть с Velocity. Немножечко пробежек на низких нотах. Примерно как в треке You Only Live Once. И вот так. И этим пробежком мы панораму потягаем влево-вправо. И тут у меня к тебе есть малюсенькая просьба. Поставь лайк этому ролику. Особенно если тебе нравится то музло, которое мы сегодня пишем. И именно благодаря твоему лайку ролик залетит в рекомендации YouTube. Его увидит очень много людей и от этого мне будет очень приятно. Так что поставь лайк. Спасибо. В этом бете у нас не будет open-хетов, но будет перкуссия. Начнем с тамбарина. Да, только Velocity надо как-то поинтереснее. Ему будет подыгрывать вот такой шейкер. Вот так и наоборот. Такой прикол я тоже услышал в You Only Live Once. Шейкер и тамб я хочу распределить по панораме. Шейкер уже чуть слева звучит, так что он отправляется довольно сильно налево. Тамбарин еще сильнее направо. Ковбелл вот такой немножко необычный. Я его расположу перед снэром ритмическим и вместе со снэром ритмическим. Ctrl-B. Вот здесь его уберем, потому что вместо этого ковбелла она будет подыгрывать треугольничек. Вот так. Стомб будет располагаться совершенно традиционно. И скач просто в конце. Ну и кик. Возможно, его многовато, но мне так нравится. И бит начнет играть с пианом. Потом, я думаю, родос акцент, бас-гитара и пэт будут первыми. Потом родос мейн, тоже бас-гитара, лид и гитара. Чтобы лид сразу зазвучал как в финале, я ему прижму вверх и расширим его. Drum Air 14%. Стандартный пресет Vintage World 30%. Многовато, давайте 20%. Вот так хорошо. Ну, естественно, это не все. Нам нужна целая куча FX-ов. Например, Win Chimis, который нужно сразу убавить. Потом, естественно, Flixaton. Вот такой вот сэмпл я нашел где-то в интернете. Я его сразу обрежу вот так. И он сыграет у нас вот здесь. Угу. Потом у нас будет второй Win Chimis. Мы его развернем. И за Outim очень сильно. Он будет у нас таким разгончиком перед основной частью. Потом у нас будет еще вот такой Flixaton, который уже больше напоминает то, что мы слышали в GTA San Andreas. Его мы подставим как-нибудь примерно под ритм. То, что нужно. И здесь уже вступит весь бит с 808, с пиано, родос и пэдом. Вот так. Еще, конечно, крэша не хватает. Немножко его расширим. И, наверное, сюда тоже поставим Win Chimis. И потом сыграет второй набор звуков. Из ударных, наверное, выпилим тамборинный шейкер. И, по-моему, здесь отлично зайдет от Flixaton. Ага, только мы его еще и выделим дополнительно. Все ударные мы немножко подмьютим. Тут поставим еще один Windreiser, только его тоже сократим. И здесь будет пдом-пдам-пдам-пдам-пдам выстрел. И здесь будет суперлегкий набор звуков. Гитара Pad и второй Rodos. И 808, наверное. Вот так. Да. И вот здесь бит пойдет тысяч. А если пустить его раньше и тоже поставить Flixaton. Давайте попробуем. вот да так хорошо вот и здесь будет еще более лайтовый кусок пианино бас-гитара потом в конце будет винграйзер здесь поставим и последний фото фото мы выделим особенно сильно вот так и наверное вот так структура готова сейчас я накидаю быстренькое сведение и потом про него расскажу тут все выглядит большим но на громкость я потратил больше времени чем на обработке вот например на фортепиано вырезал чуть-чуть сайда и чуть-чуть низа на родос вырезал чуть середину на вторых родосах тоже самое по какой-то причине на базе захотелось повесить компрессор на группе ударных пони дисторшн и сатурн все ударные отправлены по чуть-чуть в ревер и чтобы на все райзеры и коллекции и прочие не вешать отдельный ревер я сделал канал ревер fx и просто на него отправил все звуки по чуть-чуть и давайте уже чуть на мастер навесим там все это время лежал не фанга сатуре отдыхал джентл-тейп универсальный пресет подходит и сюда тоже на джентл вив наверное чуть-чуть увеличу параметры и все это завершит факвиттер по это чуть-чуть доработанную версию бита вы уже можете послушать моем телеграм-канале если френдли так 52 ngg ты видишь это видео если тебе понравился бит напиши мне я с удовольствием тебе его отдам и на это у меня все вот такой получился биток ставьте лайк обязательно в видосу если он вам понравился биток или видос неважно в любом случае ставьте лайк вновь напоминаю что у меня есть видео курс по битмейкингу fl studio 20 от а до я который отлично подойдет новичкам чтобы узнать подробнее или заказать напишите мне ссылочка в описании напишите мне прямо сейчас и обязательно подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали на это у меня уже точно все с вами был статсгарфпро пока буду ждать вас в следующем видосе а а а Субтитры сделал DimaTorzok